Вопрос организации досуга сейчас один из самых актуальных для большинства родителей. В этом году детские оздоровительные учреждения будут работать в полном объеме. Подготовка к летней кампании продолжается. Жизнь и здоровье детей как в наших лагерях, так и лагерях, куда мы отправляем на море, в первую очередь это наша ответственность. Да, лагеря они подведомственные, да, там есть свои учредители, руководители и ведомства, но мы не стоим в стороне. Мы как члены международной комиссии прилагаем все максимальные усилия для работы, для приемки этих лагерей. В первую очередь путевки выдают детям из малообеспеченных семей и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. В нашем округе летняя оздоровительная кампания охватит около 17 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. Для этого создадут различные объединения по направлениям, трудовые отряды. Организуется отдых на базе школ и в лагерях на территории Одинцовского округа и курортах юга. Прежде всего это загородные оздоровительные лагеря. Таких в нашей территории Одинцовского городского округа 4. Они не муниципальной формы собственности, но тем не менее округ несет полную ответственность за организацию досуга детей в летний период на территории этих лагерей. Также у нас будут работать детские оздоровительные объединения на базе образовательных учреждений. Это лагеря с дневным пребыванием. Таких у нас будет 39. Особое внимание в этом году уделят соблюдению санитарных норм. Посещение родителями будет ограничено. Каждое учреждение проверит санитарно-эпидемиологическая служба. Подготовка, в том числе и финансовая, начинается задолго до летнего сезона. Прежде всего это финансовая подготовка. В этом году запланировано более 34 миллионов рублей на организацию летней оздоровительной кампании. При этом субсидия Московской области составляет около 20 миллионов, а бюджет Одинцовского округа подготовил более 14 миллионов рублей для организации летней кампании. Уже после майских праздников начнется работа комиссии по проверке готовности лагерей. По поручению главы муниципалитета, в случае обнаружения несанкционированных площадок отдыха детей, будут приняты меры по прекращению их деятельности. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.